В Краснофлотском районном суде за незаконные обороты ситровой икры осуждена пара из Амурской области, которая решила провернуть подпольную коммерческую операцию. В октябре прошлого года сожители попытались перевести для продажи в Благовещенск рекордную партию запрещенного деликатеса. Помешали их планам сотрудники пограничного управления ФСБ. Изъято более 380 килограммов икры осетровых видов рыб без документов, подтверждающих законность их происхождения. По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превышает 83 миллиона рублей. Мужчина и женщина, которые вместе уже почти 30 лет приобрели черную икру в Комсомольске-на-Амуре. В качестве довеска взяли и 6 килограммов осетра. Деликатес в пластиковых контейнерах пара упаковала в 13 сумок. Их вручили мужчине, который на грузовике должен был доставить партию до Хабаровска. Его использовали в темную. Перевозчик не знал, что он везет запрещенку. 54-летний подсудимый встретил груз, разделил его на две части и разложил по двум легковым машинам. Мурана и Аксио взяли курс на Амурскую область и были остановлены на посту у Амурского моста. Якобы для проверки документов. На самом деле, оперативники точно знали, где и что следует искать. По версии следствия, в октябре 2022 года двое жителей Амурской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно приобрели, хранили и перевозили икру рыб семейства осетровых. В общем количестве более 700 пластиковых контейнеров объемом по 0,5 литра. Каждый. 21 октября 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий их деятельность была пресечена. Контейнеры выявлены при досмотре двух автомобилей, на которых передвигались граждане. Сожители признали вину. Это помогло скостить сроки. Мужчину приговорили к реальному сроку двум годам колонии общего режима. Его 50-летняя пассия отделалась пятилетним условным сроком, но на нее наложен миллионный штраф. Дело браконьерского скупщика, у которого пара приобрела икру и рыбу, еще находится на рассмотрении в суде.